30 будущих первогласников каждую субботу переступают порог средней школы номер 16. В 10 часов утра мальчишки и девчонки садятся за парты, чтобы научиться правильно держать ручку, узнать все буквы и цифры, а к весне и составлять слова. По мнению педагогов, такая подготовка ко школьной жизни сейчас просто необходима. Изменение программ, оно и предполагает качественно новую подготовку детей к школе. И вот я бы хотела сказать, что задачей нашей школы является охватить тех детей, в большей степени тех детей, которые не посещают детские учреждения. Занятия в субботней школе доступны всем детям, независимо от места их проживания. Родители могут привозить будущих первоклассников со всех микрорайонов города. Но, конечно, говорят, в школе в первую очередь на занятия стараются приводить тех детей, которые 1 сентября пойдут в эту школу. В месяц получается 12 занятий. И так как это услуга платная, то одно занятие стоит у нас 47 рублей. В итоге, получается, за месяц родители платят где-то 565 рублей. Подготовительные курсы для детей в школе называют «ступенькой». Программа «Перспектива», по которой начнут заниматься первоклассники в школе номер 16, сложная и требует подготовки. Поэтому субботнюю школу здесь организуют второй год подряд. «Я хочу идти в школу, чтобы учиться и быть умным». «А зачем тебе нужно быть умным?» «Чтобы работу искать себе и не быть дворником». «Меня учит папа и теперь учит учительница». К декабрю практически во всех общеобразовательных учреждениях округа началась подготовка к школе. Занятия будут длиться до мая. Наталья Зайцева, Анна Маринец и Александр Анисимов. Телемикс.